Ну ладно, давайте начнем. Сегодня у нас Борис Билич, который одновременно существует в двух местах и в Москве, в высшей школе экономики, и в Китингене. И он нам расскажется в Чекстер Тейлора для алгоритм конечного типа. Пожалуйста. Да, всех приветствую. Спасибо за приглашение выступить. И я сегодня расскажу о своей работе, которую сейчас я пишу, оформляю. И она является обобщением того, что я за прошлый раз рассказывал по мотивам моей дипломной работы бакалаврской, про спектр Тейлора для алгебры бесконечно-диэдральной группы. В определенный момент я понял, что то, что я делаю для нее, на самом деле это можно определить для всех алгебр так называемого конечного типа. То есть алгебр, которые конечны как модуль над своим центром. При этом центр еще желательно является тоже конечной порожденной уже коммутативной алгеброй. Ну, чтобы подойти к определению, я сначала напомню какие-то вещи, постараюсь быстро это сделать. Значит, как у нас вообще определяется спектр Тейлора в коммутативном случае и какие там известны результаты. спектр Тейлора определяется через гомологию Кашуля, точнее гомологию Кашуля, и определяются они следующим образом. Если B – это алгебра, и у нас есть какой-то набор элементов, алгебра необязательно коммутативная, и у нас есть какой-то набор, конечный набор коммутирующих элементов. Значит, коммутирующий набор элементов. И какой-то есть B-модуль, неважно левый или правый, но мне удобно будет про левый модуль говорить, то есть B-модуль. В общем, какой-то B-модуль, то гомология Кашуля определяется, точнее гомология, извиняюсь, Кашуля определяется как гомология следующего комплекса Кашуля. Он в степени К имеет М тензорно над комплексными числами, над внешнюю степень ЦМ какую-то, соответственно, это конечный комплекс, и дифференциал тут выглядит так. Значит, дифференциал от М на какой-то набор базисных векторов у нас имеет форму альтернированной суммы такой. Минус один, степень J плюс один. И один из элементов внешней степени мы вытаскиваем и умножаем соответствующим номером на элемент модуля. Значит, крышечка означает, что мы этот элемент вытащили из внешнего произведения. Вот, M — это элемент модуля, ну и E — это какой-то базис. Несложно проверить, что это правда комплекс, то есть, что произведение квадрата дифференциала равен нулю. И что значит... Да, значит, этот комплекс использовался Тейлором, чтобы определить спектр Тейлора. Но для начала я хочу некоторые общие его свойства обозначить, которые нам очень понадобятся. Во-первых, на когмологиях определение когмологии этого комплекса обозначаются вот так вот. Это просто когмологии этого комплекса. Они обозначаются таким образом и называются гомологиями Кашуля. А можно вопрос? Да. А зачем нужна алгебра в Б? Вот сейчас ровно и будет. Да, от алгебры это не зависит, но, значит, вот именно как векторные пространства не зависят, как в гомологии, но алгебра дает дополнительную структуру, потому что мы этот комплекс можем на элементы алгебры умножать. И для нас это важную роль будет иметь. Значит, вот что я хочу сказать. Пусть у нас Б – это какой-то элемент алгебры, тогда отображение умножения на комплексе Кашуля Б определяет, давайте обозначим его, ЛБ. Такое вот отображение у нас есть из комплекса Кашуля в комплекс Кашуля, где мы просто домножаем М слева на элемент Б. Так как это Б модуль, то мы это сделать можем. И вот в каком случае это будет у нас отображением именно комплексов, то есть это отображение коммутирует с дифференциалом. ЛБ является, как это называется, chain map, это у нас отображение комплексов. Да, значит, морфизм морфизм комплексов тогда и только тогда, то есть коммутирует с дифференциалом, тогда и только тогда, когда Б лежит в централизаторе нашего набора элементов. То есть когда Б коммутирует с элементами и затор x. То есть когда Б коммутирует с элементами x1, xn и более того, более того, Lx2 для любого i стягиваемое отображение комплексов. То есть есть стягивающая гомотопия. Это значит в нашем случае, что умножение на x, x2 действует нулем на гомологиях. ой, на гомологиях. Следовательно, гомологии у нас являются модулями, но вот такой вот странный немного алгебры. Более стягиваемое вы имеете в виду гомотопные нулю, да? Или что? В каком смысле стягиваемое? Ну, chain contractible. То есть гомотоп на нулю. Есть стягивающая гомотопия. Вроде такое есть. Терапоник. Спасибо. Значит, и вот это вот для нашего построения будет важную роль играть то, что гомологии являются модулями. Надо вот такое вот алгебрию. Здесь вот это, значит, централизатор элементов это под алгебра B и идеал порожденный, значит, это под алгебра, причем она не обязательно коммутативная, она может быть не коммутативная, если x1, x1, центральный элемент, например, то это вся B. Идеал порожденный элементами это идеал вот в централизаторе и гомологии являются естественным образом модулями такой вот алгеброй. И вот эта вот структура алгебры зависит от, естественно, от исходной алгебры. То есть вот для чего нам нужна алгебра. То есть как бы замечание. Ксм не зависит от, гомология не зависит от B как векторное пространство и пространство, но структура модуля зависит. То есть что значит не зависит от B? Это значит, что если мы любую другую алгебру возьмем, которая на M действует и такую, что в ней есть коммутирующий набор элементов, которые действуют на M так же, как вот наши элементы X, то гомологии от этого другими не будут, просто потому, что B никак не фигурирует в самом комплексе. Но вот чтобы получили структуру модуля, а не просто структуру векторного пространства, нам нужна алгебра. И мы будем это использовать для того, чтобы анализировать эти гомологии в случае алгебры конечного типа. Нам еще нужен один результат технический, который более-менее известный про комплексы Кашуля. я его быстро приведу. То, что если у нас в алгебре B есть X, как обычно, как выше, и еще у нас есть элемент Y из централизатора, а для краткости просто вот так напишу централизатор обозначим X' обозначим расширенную набор из N плюс одного оператора. И тогда известно, что у нас есть такая точная последовательность. H0 Y H 0 под когмологиями просто от Y имеется в виду соответственно ядро и коядро умножения на Y. В данном случае это значит когмология Кашуля в случае, когда у нас набор состоит из одного оператора. То есть это способ посчитать когмологии Кашуля по индукции. Начиная с одного элемента, потом второй, третий. Или если например нам известно гомология Кашуля для набора X, то мы можем посчитать его для расширенного набора. И это кроме того это не просто точная последовательность, а это даже точная последовательность как раз таки модулей. Нужно специализировать в каких модулей. Точная последовательность CX' это кратко для централизатора расширенного набора, то есть централизатора X' и Y' поделить на идеал порожденный расширенным набором последовательность таких модулей. легко проверить, что все три члена являются на самом деле модулями на ДТА. а там в конце тоже HXN а что там пропустил прошу прощения XM а там внизу индекс какой там N-1 N-1 окей а впереди была H звездочка там да или там в начале там что-то звездочка минус 1 можно K написать индекс отдельные гомологии не важны для спектра ТВР можно рассматривать это просто как градуированный модуль чтобы не писать каждый раз для любого K выполняется вот такая стандартная лемма я думаю она более-менее всем кто видел что такое гомология Кашуля известно поэтому я быстро теперь напомню что такое спектр ТЛОР для коммутативных алгебр и потом уже перейду к тому что я определил значит для коммутативных алгебр для начала ТЛОР так не писал но в принципе это легко выводится что можно определить для всех конечно спектр ТЛОР можно определить для всех конечно порожденных коммутативных алгебр если А А Афинная алгебра Афинная алгебра для краткости называю просто то есть конечно порожденная комплексная алгебра коммутативная коммутативная иногда требует чтобы там не было патентов но мне это совершенно не важно значит определение если M какой-то А модуль то спектр ТЛОР M определяется как подмножество максимального спектра под спектр я буду просто максимальный спектр обозначать чтобы не писать опять же M стек определяется следующим образом Сигма А является как подмножество тех максимальных идеалов спектра таких что существует такой набор элементов порождающих идеала M что такой что что у нас к гомологии Кашуля извиняюсь опять же гомологии Кашуля по отношению к этому набору не нулевые опять же для какой-то для какой-то степени но я в качестве подставляя звездочку определяю как гомологии как градуированный модуль и это в принципе Тейлор такое определение давал только для алгебры многочленов но ничего не мешает определить любой коммутативной алгебры и несложно доказать что из результатов Тейлора про алгеброполиномов следуют легко аналогичные результаты для любой вообще конечно порожденной коммутативной алгебры потому что любая такая алгебра это просто по определению фактора алгебры многочлена от выбора набора порождающих это зависит как-то не зависит да я почему-то хотел сказать что Тейлор фиксированный был набор для каждого да Тейлор фиксированный но из результатов его же следует что можно любое брать потому что выполняется теорема об отображении спектра любой другой набор соответственно идеал приводит в себя то есть то есть тоже замечание сегма а не зависит от набора от выбора х то есть если для хоть какого-то набора рождающих идеал это выполняется то для всех элементов это тоже выполняется это как раз таки следует этой леммы потому что если у нас есть два набора мы можем их как бы соединить вместе будет такой двойной набор который содержит и тот и другой и по этой лемме по индукции доказать что если один набор содержит другой то либо для двух гомологий ненулевые либо для обоих наборов гомологии нулевые вот поэтому не зависит и для нас важна теорема в отображении спектра более извините еще разочек перебью и это для произвольной а это не то же самое что определение в терминах функции ратор не то же самое они же не обязательно дают нам резольвенту АПМ да ну это не то же самое я не знаю в каком случае это совпадает но проблема в том что просто если брать через торт то иногда резольвента она будет вообще бесконечной с ней как-то сложно работать и это не в данном случае не нужно потому что от набора порождающих не зависит то есть сами гомологии будут другими но они друг через друга выражаются вот не знаю может быть можно как-то это более независимо описать под выбор набора но у меня такой необходимости не было значит и теорема об отображении спектра об отображении спектра извиняюсь но здесь какая-то не нужна чтобы делали количество порожденных да наверное не нужно но но так как стеллор доказывал все для комплексов кошель и с ними удобно работать то почему бы не использовать какое определение если оно эквивалентно то хорошо а если не эквивалентно то наверное эквивалентно чтобы потом применять это вот к алгебрам конечного типа с стеллором работать с кошулем с комплексом кошули работать удобнее но я допускаю что это может быть сформулировано в терминах гомологической алгебры просто как какие-нибудь торы теорема отображения спектра звучит наиболее в общем виде следующим образом если у нас есть две алгебры и гомоморфизм между ними это гомоморфизм коммутативных алгебр А1А2 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 А2 М будет у нас А2 модулем и такое значение я введу что φ со звездочкой от M 1 модуль это то самое что M определение M со структурой А1 модуля полученной ограничением скаляров на А1 1 модуля полученной посредством φ вот то есть да тут важно чтобы модуль был банахов уже потому что насчет теоремы Неберна M банков вообще это не обязательно для определения спектра не важно чтобы он был банахов но вот уже для теоремы отображения спектра А сами алгебры любые по-прежнему? Кому-то отдельно конечно порожденные то есть для них банахов не требуется да для них не требуется они не могут требуется чтобы они не они не могут раз они активны да как бы это все верно в случае просто банковых алгегов делор как раз доказывает но просто для моих для того чтобы рассматривать алгебры конечного типа удобнее рассматривать алгебры без топологии именно 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 обычные ассоциативные конечным порожденные но здесь действие все-таки что значит банахов значит там значит означает что все элементы два все-таки ограничены операторы вообще все элементы все элементы ограничены под банаховым модулем мы имеем ввиду что все то что действуют ограниченными операторами ну иначе что-то странное получится да то есть если например алгебра полиномов то это просто коммутирующие наборы ограниченных операторов значит тогда у нас выполняется такая формула где фи со звездочкой слева немного двусмысленное обозначение которое мне кажется здесь оправданно потому что суть этих отображений одинаковая для фи со звездочкой слева это отображение соответствующее между спектрами и чтобы оно вообще имело смысла как раз тоже нужно чтобы алгебры были афинные правильно я понимаю максимальный спектр отображался максимальный алгебры нужно чтобы было конечно порожденного алгебра это важно ну это просто скажем так спектр неопределен для неофина потому что идеалы неконечно порожденные бывают и кстати у меня тоже контрпример есть про неконечно порожденную коммутативную алгебру но я это доказывать не буду но упомяну что это просто следствие доказанной Телором теоремы проекции и он также доказывает теорему об отображении спектра просто мы представляем обе алгебры как фактор алгебра многочленов и тогда выясняется что спектр афинной коммутативной алгебры полностью определяется соответствующим спектром Телора уже алгеброполином а для алгеброполиномов Телор все сам доказал поэтому тут нужно только так легко обобщить на коммутативную алгебру и вот эта теорема она центральная в дальнейшем повествовании потому что если мы хотим обобщать теорему значит если мы хотим обобщать спектр Телора на представление уже некоммутативных алгебр то хотелось бы конечно же чтобы теорема об отображении спектра все равно в какой-то форме выполнялась да и все ну большинство построенных обобщений спектра Телора например на нельпатентные алгебры или на какие-то другие классы алгебр они обычно каким-то таким свойством обладают вот значит ну есть примеры где не обладают например я в своей курсовой доказывал что если попытаться определить спектр для разрешимых алгебр так же как и для нельпатентных алгебр то там теорема об отображении спектра в наивном виде не выполняется даже для очень простых представлений во всяком случае нам все-таки хотелось бы чтобы какая-то форма выполнялась и для этого нам нужно наше это желание сформулировать в каком-то более формальном виде что точно мы хотим от спектра и я попытался на этот вопрос ответить как именно должна выглядеть теорема об отображении спектра уже в некомутативном случае и моя вот эта попытка оказалась успешной в случае алгеброконечного типа в их случае до чего я дойду но это небольшой спойлер то в их случае существует единственное подмножество уже примитивного спектра которое обладает некоторым свойством которое можно назвать свойственное отображение спектра идея заключается вот в чем пусть теперь B какая-то некомутативная алгебра просто ассоциативная не обязательно даже конечно порожденная но все еще комплексная алгебра и M некоторый банахов модуль идея заключается в том можно ли определить каким-то образом лить спектр спектр этого банахов модуля M так его определить чтобы для любой чтобы для любой коммутативной подалгебры коммутативной подалгебры афинной подалгебры афб можно было бы можно чтобы для любой афинной подалгебры афб можно было бы восстановить спектр относительно а небольшое по спектру относительно B нашему построенному то есть это на самом деле минимальное требование потому что мы точно знаем что такое спектр Тейлора для коммутативных подалгебр там никаких вопросов нет как его определять потому что он единственным образом следует из спектра Тейлора оригинального определен Тейлор значит минимальное требование как мне кажется к спектру Тейлора для некоммутативных алгебр является то что мы должны уметь восстанавливать спектр любой коммутативной конечно порожденной подалгебры по спектру нашей по спектру по нашему обобщению спектра но для этого нужно как-то точно определить что значит слово восстановить но это значит что в общем мы можем как-то вычислить сигма АМ не используя больше М в наших вычислениях только сигма БТ но давайте будем чуть точнее значит спектр во-первых он должен где-то лежать и кандидатам для некоммутативного пространства в котором он должен лежать часто предлагается множество примитивных идеалов значит значит Б опять же ассоциативная алгебра когда прим Б множество примитивных идеалов примитивных идеалов значит тех идеалов которые являются аннигиляторами простых левых простых модулей ну или на самом деле в приложениях которые мы будем рассматривать можно просто думать про максимальные идеалы потому что максимальные идеалы по-моему всегда являются примитивными во всяком случае если алгебра коммутативна если а коммутативна то прим а это то же самое что максимальный спектр тут важно что максимальный а не простой спектр потому что простые идеалы не являются примитивными в случае коммутативный алгебра примитивный это именно только максимальные и поэтому множество примитивных идеалов это разумное обобщение спектра на разумное обобщение максимального спектра на некоммутативные алгебры пусть можно сказать так что примитивный идеал это то же самое что ядро неприводимого представления да ядро неприводимого представления далее пусть у нас теперь какое-то отображение между алгебрами есть комморфизм ассоциативных алгебр b1 b2 гомоморфизм ассоциативных алгебр понятны значит теперь у нас мы хотели бы наверное в идеале отображение между спектрами примитивными но такого отображения нет точнее может быть оно какое-то и есть но такого же как и в коммутативном случае нет даже в случае конечно порожденных алгебр потому что прообраз примитивного идеала не всегда является примитивным очень даже часто не является значит такого отображения нету но есть как бы многозначное отображение то есть одному идеалу b2 можно сопоставить несколько ну обычно какое-то подмножество идеалов b1 значит как оно строится определяется график такого отображения нет значит двойственного кфи отображения кфи отображения как правило не существует тем не менее можно определить график такого отображения значит пусть у нас обозначим его рфи это будет у нас подмножество произведения значит это пара таких идеалов p pp' давайте pq лучше может быть пара в произведении дивных b2 на b1 с таким свойством что прообраз первого идеала лежит во втором и вот такого тоже неплохо определено потому что любой идеал лежит в каком-то примитивном идеале поэтому прообраз примитивного идеала всегда будет лежать в одном или нескольких примитивных идеалов b1 вот это график многозначного отображения многозначного отображения встречаются довольно часто поэтому то что оно многозначное для наших для наших предложений не будет большого большого роли играть и если у нас s это подмножество примитивных идеалов b2 то мы будем обозначать fiat s как бы образ этого отображения точная формула будет такая проекция на вторую координату от s умножить на prim b1 пересечь с r с r f такое значит это в некотором смысле образ подмножество s под действием f со звездочкой многозначного отображения но чтобы проиллюстрировать для одного примитивного идеала такой вид имеет f от одного примитивного идеала краткое обозначение для φ от множества содержащего один идеал у нас будет подмножество таких идеалов примитивных идеалов в b1 таких что прообраз p лежит в q b2 t любого p v b2 pf prim b2 то есть мы теперь образ идеала образ точки под отображением заменяем на какое-то подмножество то есть у нас теперь точка переходит в множество точек а не в одну точку но для того чтобы сформулировать что такое теорема в отображении спектра в данном случае ну или в данном случае это будет не теорема а свойства потому что какие-то множества таким свойствам обладают а какие-то не обладают для нас это достаточно этих применений ну и поэтому отсюда следует определение пусть m m банков b модуль а b любая ассоциативная алгебра теперь и мы говорим вот что что подмножество sigma b от m подмножество какой-то примитивных идеалов в b обладает свойством отображения коммутативным свойством отображения спектра это то что в этом определении определяется обладает коммутативным свойством отображения спектра если для любой тут удобно вот такое обозначение использовать значит это положение будет для любой афинной коммутативный под алгебры а афинный напоминаю это значит конечно порожденный под алгебры а значит выполняется следующая штука а именно что й со звездочкой то что выше определено от сигма b от m это то же самое что сигма а от й со звездочкой теперь в другом смысле в смысле то что мы модуль рассматриваем как а модуль да выполняется такая же формула которая у нас фигурировала в теореме об отображении спектра только теперь рассматриваем ее только для под алгебр и и мы рассматриваем теперь b в качестве уже не коммутативной алгебры да вот если отмотаю выше тут была точно такая же формула вот она точно такая же формула и ниже эта формула повторяется только для уже не коммутативной алгебры и теперь мы это в качестве свойства в качестве теоремы да то есть мы как бы говорим что подмножество примитивного спектра обладает таким свойством если вот такая формула выполняется а принципиально что это именно вложение нет потому что если потому что любое отображение оно как бы композиция вложения и соответственно для факторизации мы уже этот результат знаем да но мне удобно использовать именно вложение чтобы потом проверять только для вложений вложение все сводится потому что для морфизма мы все знаем да ну давайте где-нибудь это ну сейчас я допишу определение тоже это как напишу в качестве ремарки значит но такое множество оно не единственное а я как бы теперь скажу что такое спектр пиора если это единственное с таким свойством то единственное уникальное то sigma bm называется спектром тайлора спектром ну как бы логика логика в том что если вот оно единственное с таким свойством то это точно спектр тайлора да то есть ну как бы даже выбирать не из чего вот вот только такое может быть спектром тайлора поэтому если вот оно единственное то мы его спектром тайлора и назовем если не единственное то уже я даже не знаю но сейчас как бы окажется что оно для многих известных примеров не единственное а можно вопрос Правильно понимаешь? Мы фиксируем алгебру B и для нее рассмотрим всевозможные вложения вот этих вот афидных. Вот тогда говорим, что в этом случае у нас есть спектр Тейлора. Да, мы фиксируем алгебру B и фиксируем на самом деле модулем. Африори так может быть, что для одного модуля у нас есть спектр Тейлора, а для другого нет. Правильно, алгебра и модуль. Но уже для любого вложения должно меняться. Это то, что, мне кажется, разумное минимальное требование к спектру, чтобы он обладал таким коммутативным свойством отображения. Но уж если он единственный, то разумно считать, что это и есть достойное определение спектра Тейлора. К сожалению, для многих примеров, либо спектр не обладает вот этим коммутативным свойством отображения, либо это не единственное подмножество с таким свойством. И поэтому эта ситуация не так часто встречается. То есть для общего случая все равно какие-то нужны дополнительные уточнения и требования. Но вот оказывается, что для алгебры конечного типа спектр Тейлора существует для любого банахового модуля. И это я продемонстрирую. Вот такой вопрос. Вот если взять просто элементы Б, они, в принципе, порождают. Единственный, ну какой-то один элемент. Порождают альфинные подарки, да? Да. Коммутативные. Так, если на него сузить это все, то там получается какая-то лямбда. Типа, ну там получить элемент спектра вроде этого элемента. Да. Так, если это для всякого элемента, то вроде уже что-то получать некая функция, да? Определенно на всей алгебре Б, числовая какая-то функция. Ну типа комплекснозначная. Ну да, в каком-то смысле так, да. Только это слишком большое. Да, но это типа характер. Ну это не характер, непонятно что это такое, да? Какая-то такая функция. Ну что-то такое страшное очень, да. Но это слишком много, поэтому… А, хорошо. То есть понял, да. Ну как бы можно, то есть я тут поэтому фиксирую, что спектр должен быть именно подмышством примитивных идеалов. Иначе можно было бы сказать, что спектр Теора для некоммутативной подалгебры – это просто объединение как бы спектров всех коммутативных подалгебр, и это было бы неинтересно, наверное. Ну, кстати, эта функция, она согласуется на всех конечных коммутативных семействах. То есть стало уже как бы… А, ясно. Хорошо. Ага. Значит, ну давайте примеры из того, что известно. Вот для… Значит, примеры… Для нельпатентных алгебр Ли… Значит, U от N, B равняется U от N, универсальная обертывающая алгебра, где N – это нельпатентная алгебра Ли. Значит, в этом случае спектр такой, значит, подмножество есть, определено впервые Файнштейном. Значит, сигма B от N определено Файнштейном и обладает коммутативным свойством отображения спектра. Такая облигатура не очень красивая получилась. Коммутативным свойством отображения спектра, но в общем случае не является спектром Тейлора, потому что, значит, если N не Абелева, то, как бы, в общем случае… Сигма B – это не спектр Тейлора в свете отображения выше, то есть не единственное такое подмножество. Ну, тут как бы, да, возможно… А вот как так получается-то? Ну, получается это так, что возьмем, например, трехмерную алгебру Гейзенберга… Значит, если… Теорема отображения спектра просто нет. Теорема отображения спектра выполняется, да. Да, но тут, как бы, возможно, это слишком высокомерно говорить, что это не спектр Тейлора, но не в смысле этого обозначения. Если N – алгебра Гейзенберга, то, значит, идея почему не единственная, то N на N двумерно… Но любая коммутативная подалгебра – она одномерна. Ну, то есть, опять же, она не одномерна, но, значит, для любой коммутативной подалгебры А в У от N у нас выполняется то, что А по… А пересечь с коммутантом… Одномерно. То есть, мы для… В случае вот этого определения коммутативного социального отображения спектра можем предсказать только спектр элементов, спектр одномерных подалгебр, но не спектр вот всей двумерной части. Да, то есть, она как бы… Там слишком мало коммутативных подалгебр, чтобы предсказать точно спектр Тейлора. Да, то есть, спектр Тейлора не определяется… Спектр Тейлора в смысле Файнштейна, спектр Файнштейна лучше буду называть, не определяется коммутативными подалгебрами. То есть, несколько множеств могут обладать спектром, коммутативным отображением спектра. Например, если у нас множество не голоморфно-выпукло, то его голоморфно-выпуклая оболочка тоже будет обладать таким свойством. Поэтому коммутативные алгебры не дают достаточной информации для того, чтобы спектр… Мне кажется, все-таки вот тут термин спектр Тейлора здесь какой-то неудачный. Ну, да… Ну, что говорится, что спектр Тейлора, да не спектр Тейлора, это уже звучит странно. Я бы искал какой-нибудь другой термин. Да, 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 возможно… Спектр Тейлора в смысле не единственное множество с… Я… Я… Да, это правда, что лучше найти другой термин. Ну, спектр Бориса… Значит, да, я за Тейлора не буду решать, какой его спектр, а какой не его. Но, значит, в смысле единственное множество, обладающее свойством отображения спектра. Так, и времени не очень много осталось, поэтому давайте не буду давать много примеров, а объясню, в каком случае у нас, значит, что у нас происходит с алгебрами конечного типа. Значит, для алгебр конечного типа вот что у нас происходит. Во-первых, у нас есть предложение такое… Сейчас… Нет, давайте лучше я покажу, как построить, потому что у меня всего 10 минут, и уже в подробности какие-то очень большие не буду углубляться. Расскажу, как построить этот спектр для алгебр конечного типа. Значит, алгеброй конечного типа я называю… … … … … … типа, если центр B – афинная алгебра, и B – конечно прожденный Z-модуль. Идея заключается в том, чтобы посчитать спектр сначала для алгебры Z и потом воспользоваться той структурой модуля, которую я определил вначале. То есть использовать то, что гомология Кашуля имеет структуру модуля над алгеброй, которая там есть. Значит, централизатор – фактор по X. Значит, пусть M какой-то идеал максимальный. Идеал, и давайте зафиксируем какую-то систему порождающих этого идеала. Тогда C от X, так как Z – это центр, то C от X – это просто все B. А идеал, порожденный X – это расширение X, B. Идеал X – это идеал, который равен пересечению конечного числа примитивных идеалов в случае алгебры конечного типа. Это то же самое, что и максимальные идеалы. Пересечение тех простых идеалов, что M лежит, тех примарных идеалов, для которых M лежит в B. Пересечение конечного числа. Это следует из конечности B как модуля. Числа примитивных идеалов. И следовательно, C от X на X – это то же самое, что B, просто на идеал, порожденный X-ом. Это конечномерная алгебра. Следовательно, у нас гомология Кашуля – это B на X модули. И это модули над конечномерной алгеброй. То есть у нас на гомологиях Кашуля есть дополнительная структура модулей над конечномерной алгеброй. А модули над конечномерной алгеброй очень хорошую структуру имеют. Они все являются, во-первых, объединением своих конечномерных подмодулей. А конечномерные подмодули, в свою очередь, разбиваются хорошо на неразложимые модули. Не как сумма, но как точная последовательность. То есть для модулей над конечномерной алгеброй все время существует хорошая структура, всегда хорошо понятная, потому что есть всегда хороший композиционный ряд для таких модулей. Значит, определение теперь. Значит, пусть M Z, M это максимальный идеал в Z, и M лежит в P, примитивный идеал в B. P примитивный идеал. И для любого P существует такой единственный M. То есть это равносильно тому, что M это просто пресечение P и Z. Этой структуры таких алгебр следует. Значит, мы говорим, что P лежит в спектре M тогда и только тогда, когда аннулятор над B от X лежит гомологий, лежит в P, в P-факторе по X. То есть P-фактор по X это примитивный идеал конечномерной алгебры. И мы говорим, что P лежит в спектре M, когда это только тогда, когда соответствующий примитивный идеал P на X содержится в носителе гомологии HX. А носитель — это множество тех примитивных идеалов, которые содержат аннулятор. И оказывается, что такое множество обладает свойством отображения спектра, и более того, оно единственное. Наверное, сегодня уже не успел рассказать, почему, какие-то примеры привести. Но построение такое. Наверное, стоит тогда ставить время для вопросов, и, может быть, я допишу эту работу и в следующем году еще что-нибудь про это расскажу. Коль, на самом деле, если вам надо еще сколько-то времени, здесь я смотрю, просто Zoom мне рассказывает, что еще 7 минут есть этой самой конференции, так что, в принципе, если вы планировали еще какие-то примеры привести, то я думаю, это было бы… Нет, может, сначала вопросы, а потом можно как бы… Окей, ага. Просто мне кажется, вопрос про примеры, но какой любимый пример алгебра конечного типа? Какие там интересные примеры есть? Я рассказывал, значит, из своей дипломной работы групповая алгебра до бесконечности — это алгебра конечного. Да, потом любая подалгебра, если А — афинная алгебра, А, Б — это любая подалгебра. В матричной алгебре над А, содержащая А, то Б — это алгебра конечного типа. Вот, значит, я это взял, значит, вот определение графика отображения, хоть оно более-менее, наверное, естественное, но я его конкретно посмотрел в работе, где считают циклические гагмологии алгебра конечного типа, там еще приводят в качестве примерно алгебры Гекки, но я, правда, честно говоря, не знаю, что это такое, и еще не успел с этим разобраться. Я не понимаю, что вот это был текст про диэдральную группу, и теперь он как бы становится частью более общего текста, да? Да, то есть оказывается спектр, который я определил для диэдральной группы, определил я его рассмотрением нескольких случаев, просто на самом деле может быть определен вот в таких терминах, он с ним совпадает, но это уже работает для всех алгебр конечного типа. Нет, просто как бы надо ждать окончания вот этого нового текста, а старый текст пока как бы так. Я основной часть, там, где я доказываю, написал, я, в принципе, наверное, его могу показать. Ладно, спасибо. Да, ну, еще пример такой, что если B оконечномерная алгебра, это, естественно, алгебра оконечного типа, то спектр в таком случае – это носитель. А носитель, в том смысле, о котором я раньше сказал, это множество тех простых примитивных или максимальных идеалов, которые содержат аннулятор. То есть это просто примитивные идеалы в факторах алгебры. Вот. А в общем случае мы представляем любую алгебру конечного типа как, ну, как такое непрерывное поле конечномерных алгебр. Еще вопросы? Ну, здесь, наверное, еще чисто такой алгебрический случай нужно смотреть, да, без баноковых. Ну, я думаю, что вот если полагаться на аннётеровом модуле, то все это тоже самое получится, да, вроде бы. Да, я думаю, без проблем, да. Можно даже поле менять на любое поле, алгебрически замкнутое, там, в принципе, да, это все пройдет, наверное. Да, понял. Да, интересно. Ну, там у тебя, например, есть, вот М сразу пишет, что пусть есть конечный порождающий. Значит, наверное, все-таки нётеровость как-то есть, да, автоматически. Ну, и так как алгебра, конечно, прождена, то она нётеровая, естественно, да. Да, там же предлагаешь, да, да, конечно. Там же предлагать им, что алгебра. Да. Ещё такой частый пример, это то, что уже в контексте байонковых алгебр рассматривался, там алгебры Азумаи. Это почти что, матричные алгебры, но немного скрученные, скажем так. Они вот рассматривались учеником Тейлора, я забыл, только Алексей Юрьевич, который зовут Лу... А Лумене, да? Лумене, да. Вот, но рассматривал не спектр Тейлора, а спектр Армса, вот. То, что до Тейлора было определено. Я, к сожалению, бросил математику, я когда давно ему ещё, ну, совсем давно, 20 назад, если даже больше, написал письмо, попросил у него срочески, вот, он очень трогательно написал мне письмо по обычной почте, на чистом русском языке, что, дорогой господин Терковский, мне очень приятно, что вам интересны мои работы, вот, ну, правда, сейчас я математикой уже не занимаюсь, в школу там, такую банковскую деятельность, но, тем не менее, вот, мне очень приятно, вот вам моя работа в таком вот быте. Он ученик Тейлора, да, так понимаю? Да. Ну, ладно, если больше вопросов нет, то спасибо вам большое за интересный доклад. Будем ждать новую версию текста, вот, ну, и смотреть старую. Теперь мне уже, у меня проще будет его рассмотреть, после рассказа. Да. Ну, ладно, спасибо.